По моему опыту, как и вот сколько я работаю, в среднем получается где-то две поездки в час. Uber часто очень дает всякие акции, повышающие коэффициенты, когда пиковые спросы. Вот такие вот бывают пассажиры. Всем привет! Вы на канале Наша жизнь в Америке. New life is my life. И сегодня я хочу записать видео со своей работы или о своей работе. В общем, кто смотрит видео, тот уже наверняка знает, что я сейчас работаю в Uber. Давайте я запущу приложение вот этой кнопочкой в путь. Упс. И будем ждать заказ. Я буду что-нибудь рассказывать. Расскажу, как пользоваться этим приложением. Может быть, кому-то это интересно. Кто-то, возможно, планирует по приезду попробовать начать работать. Или может взять подработку. Или может быть в свободное время поработать. Вот. Ну и в общем, между тем, как буду брать пассажиров, я буду разговаривать. Рассказывать про поездки, рассказывать про пассажиров, рассказывать что-то про работу. Когда везу пассажиров, вы будете смотреть на какие-то виды города за городом. Но за городом сложно сказать, потому что, в общем-то, ситуация такая, что мы все время в городе как бы. Вот. Ну, тем не менее, где-то выезжать на фривей, на хайвей. Будет, возможно, какие-то интересные виды будут. Вот. Ну, давайте. О, пришел первый заказ, как вы видите. Написано 9 минут до него ехать. Продолжительность поездки будет 18 минут. Это какая-то запланированная поездка у кого-то. Берем ее. Поездка Excel. Рейтинг у пассажира 4,67. Это не самый низкий рейтинг, но это такой рейтинг уже, скажем так, себе. Хороший рейтинг это 4,8. 4,7 это я уже считаю низковатый, но на прошлой неделе мне попал пассажир с рейтингом 4,2. Вот. Так. В общем, сейчас мы едем за ним. За этим пассажирчиком. Возможно, это будет поездка в аэропорт. Потому что запланированная Excel поездка. Это может быть много чемоданов. Или, может быть, это какая-то компания едет куда-нибудь на какой-то концерт, матч футбольный, там, я не знаю, какой-нибудь. Вот, блин, косячок получился. Такая вот интересная есть фишка. Убер-приложение почему-то видела, что мне надо поехать направо. А приложение Google Map предложило поехать налево. Ну, собственно, в общем-то, надо было больше налево, чем направо. Ну, окей, ездим налево. Так вот, это может быть либо поездка в аэропорт, либо поездка на какое-нибудь мероприятие. Excel поездки вообще, они, конечно, мне нравятся. Они оплачиваются с коэффициентом полтора. Это очень, скажем так, неплохо. И моя машина рассчитана на Excel поездки. Потому что я могу взять 7 пассажиров, не считая себя. Вот. Ну и, в общем, Excel поездки выгодно возить. Потому что это, считай, сразу 50% ты зарабатываешь дополнительно. Вот. Вот мы сейчас стоим на нерегулируемом перекрестке, где стоит 4 знака стоп. И проезжаются перекрестки эти следующим образом. Кто приехал на стоп первый, тот первый и проезжает. Ну, если в эту ситуацию вмешиваются пешеходы, то тогда едет первый тот, кто, скажем так, параллельно движется движению пешехода. Вот. Так вот, о поездках. Значит, конечно, для меня в приоритете Excel поездки. Потому что, как я сказал, они оплачиваются на 50% выше. И, соответственно, это, конечно, выгодно. Вот. А вообще, Uber часто очень дает всякие акции, повышающие коэффициенты, когда пиковые спросы. То есть, там, вечером, утром, когда люди едут на работу с работы, когда, опять же, какие-то мероприятия происходят, заканчиваются особенно, то тогда в этом месте, где оно заканчивается, очень большой пик получается. Вот. Uber туда подтягивает машины высокими коэффициентами. Это, конечно, очень удобно. Вот. И сейчас, я не успел вам показать на карте, сейчас в определенных местах они дают 4 доллара за 3 поездки, если ты не прерываешься. То есть, взял одну, вторую, третью. Вот. Они добавляют 4 доллара к твоим поездкам, типа, как премиальные. В общем, на пятницу и на субботу-воскресенье, скажем так, на 3 дня в целом, Uber дает акции, которые охватывают эти 3 дня. Вот. Эти акции по суммам разнятся для водителей разных уровней. Уровни бывают следующие, типа Uber Partner, Uber Gold, там потом что-то, платина, и у меня, по-моему, бриллиантовый там какой-то, или это, Diamond, по-моему, Diamond. А, Diamond, наверное, да. Ну, когда приложение в следующий раз будет свободно, я открою, покажу. Значит, как можно заработать более высокий уровень? То есть, надо брать большинство поездок. Чем меньше делаешь канцелов, чем меньше пропускаешь входящих поездок, тем выше твой рейтинг. Опять же, основной рейтинг складывается из того, что, какие оценки ставят тебе пассажиры. Ну, и третья основная, скажем, составляющая, это сколько ты делаешь поездок. То есть, если ты делаешь мало поездок, то даже при всех остальных других ты не поднимешься на уровень высокий. Вот. То есть, в целом, надо поддерживать по нескольким критериям высокий оценок, и тогда поднимается твой уровень. Вот. Так, значит, на сегодняшние выходные у меня специальная акция. Дополнительная оплата за 70 поездок, по-моему, 105 долларов, за 80-150. Проверим это, когда будет свободно приложение. На прошлые выходные акция была получше. За 70 я получил 145, и я сделал больше 80 поездок. В сумме я получил премиальных 195 долларов. Вот. Скажем так, эти деньги очень неплохо закрывают расходы по бензину. То есть, по-любому бы я работал, по-любому бы мог сделать там 60, 80, 90 поездок. Вот. И если бы не было этих премиальных, было бы, конечно, более грустно, потому что бензин тогда оплачивается из своего кармана. А так бензинчик оплатился за счет вот этой вот акции. Ну и опять же, скажем так, не всегда получается сделать эти вот 70-80. Ну, бывает меньше, да и бывает 50-60. В рабочие дни там есть акции по 20, по 40, по 30 поездок. То есть, они разные, и периодически меняется количество поездок, периодически меняется сумма. Вот. И что я хотел сказать, что не всегда получается сделать акцию по той простой причине, что 70 поездок, это, скажем так, ну, 70-80, чтобы их сделать, это надо в среднем делать две поездки в час. А вот, они всегда получаются сделать две поездки в час, потому что иногда поездки попадают длинные. Это тоже очень хорошо, когда тебе не надо метаться между высадкой и посадкой, а пассажир посадил пассажирчика и погнался. Вот. И поэтому длинные поездки, конечно, они более привлекательны. Вот, кстати, впереди меня едет две машины Uberlift, беленький джип и впереди там, по-моему, Toyota. То есть машин ездит очень много, очень многие люди работают, очень многие подрабатывают. Вот, если вы видите, на стекле у него под тонировочкой его одного и второго наклеено. Так вот, получается, не всегда можно выполнить эту акцию по количеству поездок, потому что, если попадут длинные поездки, то можно и не сделать. А иногда бывает, наоборот, попадают в короткие поездки или есть такой вид поездки, который называется пул. По-простому его можно назвать маршрутком. В эту поездку садят одного человека, потом, если ему по дороге попадает второй, потом могут подсадить третьего. А может получиться так, что ты в этом пуле будешь ездить 2-3 часа. Ситуация идет таким образом, что один вышел, два вошли, два вышли, один вошел. И вот так вот как-то ты едешь, едешь, и он тебе все кидает и кидает. Ну вот, собственно, и получается тогда, если выстреливают вот эти пулы, они, кстати, оплачиваются меньше всего, они очень неинтересны для водителя. Вот. Но, тем не менее, этими пулами можно быстро набрать количество и потом получить, так сказать, премиальные деньги за количество. Ну вот, как-то так. А я подъезжаю, мне показывает карта уже меньше минуты. Осталось до пассажира. Сейчас мы узнаем, кого я посажу, куда. И я уже повезу. В безразговорном режиме, скажем так, вы будете просто глазеть по сторонам, а потом, когда я высажу пассажира, мы обсудим, что за он, какой хоккей с мячом, куда ехал, зачем и что вез, и куда мы приехали. Вот. Вот опять же, перекресток с нерегулируемым стопом без светофора. То есть, первый тот товарищ приехал, потом я, потом Ягуар, который поехал за мной. Так, ну вот я и приехал куда-то. Куда-то я приехал. Следующий проходит. А нет. Вижу, стоит какая-то женщина, она, наверное, как раз меня и ждет. Машет. Она без чемоданов. Она с молодым человеком, видимо, с сыном. Ну, в общем, я их сажу, такое впечатление, что их двое просто. с сыном отлично. Привет, как ты? Привет, как ты? Спасибо, хорошо. Если вы хотите воду, вы можете взять и в ней чарчки, вот здесь. Спасибо. Спасибо за просмотр! Продолжение следует... Ну, в общем, пока я их вез, пришла еще одна поездка. До нее ехать 6 минут 1,7 миль, говорит приложение. Сейчас мы посмотрим, что это за поездка. UberX, рейтинг пассажира 4,83. И было написано, что это поездка на 64 минуты. Тоже она какая-то запланированная. Это вот как раз то, о чем я вам говорил, что по моему опыту, сколько я работаю, в среднем получается где-то 2 поездки в час. И это неплохо, если делаешь, чтобы выполнять условия акций. Ну, лучше, конечно, 3, тогда более спокойно все это происходит. Ну, вот когда выпадают такие поездочки на час, то, в общем, это немножко сбивает график. Ну, тем не менее, это все равно хорошо. Но хорошо в том случае, если эта поездка длинная по расстоянию, а не час из-за трафика. Чем я еще не люблю работать вот в такое более раннее время, это то, что очень напряженный график. И получается, что можно работать долго, а зарабатывать мало, потому что будешь мало миль проезжать из-за трафика. Зарплата зависит от пройденных миль, и поэтому может быть немножко грустно. Но потом вечером это все отрабатывается, и тем не менее, эти поездки важны, чтобы делать условия акций. Поэтому Uber тоже так, он тоже как бы понимает все это прекрасно. Он знает, что люди любят работать, когда нет трафика. А людям надо ездить в любое время, поэтому вот они так все хитро делают, чтобы тебе приходилось работать и тогда, когда есть трафик, то есть тогда, когда не совсем удобно. Я больше всего люблю работать в вечернее и в ночное время, потому что тогда совсем машин мало, местами вообще нету. Вот, и это, конечно, очень удобно. Поездки быстрее совершаются, даже если они длинные. Кстати, скажем так, я для себя нормальной скоростью движения считаю, если в черте города движешься со скоростью 3 минуты на милю, а по фривэйю 1 минута на милю. Это оптимальная скорость, такая вот, самая очень хорошая. То есть бывает лучше, по фривэйю можно-то и быстрее ехать, но если ты ездишь со скоростью, вот с этой созвучной скоростью, 3 минуты миля в городе и минута миля по фривэйю, это очень классная скорость. Она комфортная и для вождения, она комфортная и для пассажира, и в поездке быстро крутятся, мутятся. В общем, это очень удобно. Но такое бывает только, скажем, в вечернем, ночные и в утренние часы. В утренние тоже хорошо работать, мало машин. Вот, но иногда приходится захватывать вот такое вот дневное время, чтобы выполнить условия акции. Люблю, когда эксель-заказы садятся вот такие. Два пассажира, как этот, который был. То есть она такая женщина была крупная, видимо, поэтому заказали эксел. Вот, и не надо выходить, открывать им, откидывать задние эти сидушки, потому что, ну, скажем, не всегда у них получается откинуть ее самостоятельно, так как у сидушки две ручки, и она складывается в два положения. Одна ручка ее складывает просто, вот, а вторая ее отодвигает. Вот почему-то на практике хватается за ту ручку, которая складывает сидушку полностью, и потом они начинают переступать через нее. Меня это немножко бесит, скажем так. Я этого не люблю. Вот, поэтому я всегда стараюсь выйти и открыть им сам эту сидушку, чтобы они нормально садились по-людски. Вот. А вообще, если вы собираетесь идти в Uber, и если вы очень любите свою машину, ну, а водитель процентов на 90 всегда любит очень свою машину, то вам надо смириться с тем, что это не ваша машина. Вам надо смириться с тем, что это их машина. Потому что, как бы они, пассажиры, будем говорить, они не были воспитаны культурно и прочее, но, как говорится, в семье не без урода, и попадают такие типы, которые, в общем, ведут себя не то, чтобы агрессивно, ну, скажем так, неподобающим образом, не очень культурно, не очень красиво. Могут и напачкать, могут и что-то там нарушить, то, что вы установили. И раздить что-то могут, и рассыпать. В общем, случаи всякие бывают. Вот. И по сиденью могут назад зайти. У меня были такие случаи, когда они, не раскладывая сиденья, становятся на сиденье, чтобы залезть в задний ряд. То есть, ну, в общем, эта дикость полная для меня. И это вообще, конечно, бесит, когда вот так вот по сиденью ходят. Ну, как будто, блин, после них туда никто садится. То есть, они могут сесть, ногу положить на сиденье, сесть на нее, то есть, упереться ногой в сиденье, в то, на котором сидят. То есть, ну, пассажиры разные бывают. И поэтому, если относиться к этому, ну, брать близко к сердцу, то это очень тяжело будет. И, в общем, мне было тяжело с этим смириться. Я очень, скажем так, долго мучился и переживал. Но потом я понял, что их не переделать, от этого никуда не уйти. И поэтому, если хочешь работать в Uber, то надо с этим мириться. Ну, вот. Поэтому, вот такая ситуация. Вот. Сколько-то поездка у меня получилось по времени, по деньгам, посмотреть не получается, потому что, как я вам сказал, поездочку принял сразу во время выполнения предыдущей. Поэтому, уже позже узнаем, сколько там получилось по деньгам. Что интересно, что я принял две поездки. Первую, которую я принял, клиент отменил. И следом пришла вторая, пока я ехал. Ну, вот. Сейчас я кого-то буду подбирать. Переключаюсь на приложение от Uber. Снова включу музычку. Буду ехать, слушать с пассажирами. Вот. А вы наслаждайтесь видами. Мы сейчас приехали в такой город, который называется Сан-Пидро. Так. Слева говорит. 946-й. 946-й. Получается, я как бы проехал. Но карта показывает, как бы здесь. Сейчас развернемся, посмотрим. Вот. И я так понимаю, вы тоже не заметили. Вернее, я-то знал, что я проехал через несколько городов. Вот. А вы, наверное, не заметили. То есть, для вас это прошло, как будто я ехал по одному городу. На самом деле, я проехал Ламиту, зацепил, наверное, немножко Палас Вердос. Вот. И попадаю в Сан-Пидро. То есть, в Америке, в нашей местности, вот такая схема получается, что... Так, ну где-то здесь. Почему я никого не вижу, не знаю. Запланированная поездка, не торопятся выходить. Что едешь, из города в город переезжаешь, и даже когда не знаешь, то и не замечаешь этого. Вот. Однажды я приехал на запланированную поездку. Это было где-то час ночи. Уже практически сошло все время. Думаю, ну надо... Ну вот, здесь вот такое время есть. Оно показывает, сколько... Когда можно делать канцелл. То есть, ждешь две минуты, потом идет время, которое идет в оплату, и после этого выскакивает такой красный кружок. Можно делать канцелл, получить за это деньги. Там 4, 3,60 в зависимости от поездки, опять же, в зависимости от коэффициентов повышающих. Вот. И сделать канцелл и уехать. Ну так, что было? Я жду-жду. Время уже смотрю, к концу подходит. Пассажира нету. Думаю, дай позвоню. Позвонил. Первый раз не дозвонился. А я опять же выполнял акцию, и мне очень хотелось сделать ее побыстрее. Обычно я делаю канцелл и спокойно уезжаю. Тут думаю, ладно, думаю, давай еще раз. набираю еще раз такой сонный голос, там бла-бла-бла. Типа иду. В общем, в результате я еще ждал минуты 2-3, ну и пришла заспанная девушка, блин, в аэропорт ей. Вот так вот она запланировала поездку и спала. Если бы я ее не разбудил, так аэропорт бы у нее был на следующий день, наверное. и билет бы потеряла и все дела. Вот такие вот бывают пассажиры. какого-то? 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 Поехали. Хорошо, у меня вопрос. Как я поставлю стопку, чтобы купить моего партнера? Окей, нет проблем. Что мы делаем? Вы поставите его в? Вы хотите адрес? Да. В аппликации. Хорошо. Я не знаю, как это сделать. Вы поставите его в там? М-м-м. Вы готовы? Нет. Вы поставите его в аппликации. Давай. Поехали всё. У нас wynок. Да. Да. Это Минуть. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот такая получилась поездочка Завершаем И оцениваем Вот видите, сейчас приложение показывает, что я нахожусь в эре, где можно получить 4 доллара за 3 поездки подряд Но в это время нельзя делать cancel и нельзя выходить, то есть надо сделать все 3 поездки, не останавливаясь Если сделать поездку одну и сделать cancel или сделать 2 поездки, выйти и потом снова войти Все, они сделали третью поездку, 4 доллара эти потеряются, деньги не большие, но тем не менее Вот за последнюю поездочку получил 31 доллара 70 центов Но ехали мы долговато, наверное, час пошел, а может быть и больше на эту поездку На время не глянул Видите, я привез их, короче, на стадион Dodgers Вот, сегодня здесь будет игра Да, не поэтому большой трафик, очень машин много сюда стекается Поэтому поездка получилась долгой Сейчас еще не менее долгий будет выезд Пока тут все эти конусы объедешь, пока выйдут на дорогу Куда выезжать, потом мимо въезжающих всех проехать В общем, то еще удовольствие Так, ну А внизу вот в приложении написано 16-20 машин UberX ожидают уже Чтобы забрать с игры Ну, блин, смысл ждать, будут стоять, что, 2 часа или 3 Сколько у них тут играют, а будет продолжаться Не вижу смысла стоять Лучше поработать, покататься О, шевер впереди несется, все конусы посносил Красавчик Так, а всего за сегодня вот выскочила сумма 47,32 То есть получается Две поездки 31, значит, та поездка была на 16 Вот, если мы отнем сюда, мы увидим, что я сделал Две поездки из 70 И если я сделаю еще 68 поездок То написано Получите дополнительно 105 долларов А если мы нажмем сюда О, видите, сколько въезжает людей Что интересно, что есть проплаченные У людей проплаченный въезд предварительно Видимо Ну, не видимо Однозначно точно стояночка дешевле будет Вот Ну, детали Вот столько машин хочет ехать Так, и здесь вот дальше написано Что если Сделать 80 поездок То доплата будет 150 И написано, какие требования Какие входят машинки Какие поездки можно брать В общем, мои поездки подходят Так А вот здесь Написано Что мне надо сделать еще 875 очков собрать Чтобы подтвердить свой уровень PRO На следующие 3 месяца Что нам дает этот уровень Он нам дает то, что мы можем получать Всякие плюшки На обслуживание машины Техническое Скидки на бензин На скидки в ресторанах Скидки в магазинах В общем, там целый перечень Так, пришла поездочка нам Экс Продолжительность поездки Походу 8 минут В общем, берем не тупим Потом почитаем И написано было, что поездка из серии Скидки на бензин